Привет, дорогие мои! С вами Дега Лариса. Сегодняшнее видео будет посвящено покупкам, но прежде этого я хочу вас поздравить со всеми прошедшими праздниками, которые у нас уже произошли. А это Новый год, это Рождество, и поздравить с наступающим праздником, который уже стучит нам в дверь. Это Старый Новый год, потрясающее название, такое есть только у славян, и я этим горда. Да, и я, вы знаете, вы такие у меня замечательные. Я говорю, на моем канале собрались самые потрясающие люди. Столько слов, вообще просто хороших слов, слов любви, слов поддержки. Я от вас тащусь просто, вы такие классные. И я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни было много счастья, чтобы было много радости, чтобы вы никогда не узнали, что такое война, чтобы ваши дети, не знаю, там, до всех колен никогда не узнали, что такое война, чтобы всегда над вашими головами было мирное небо. Тем, кто живет на Донбассе, я желаю, чтобы вы снова увидели мирное небо и сказали, боже, наконец-то, наконец-то мир. И я вам желаю этого, чтобы это произошло, вот, знаете, пожелала, чтобы вот раз и произошло, чтобы вы узнали, что да, действительно уже мир. И, конечно же, я желаю вам здоровья, любви, причем любви во всех ее проявлениях, знаете, родители, дети, муж, жена и вообще просто люди друг к другу. Я желаю вам благосостояния, и пусть все ваши мечты осуществляются. И знайте, все, что не делается, всегда к лучшему. И ищите во всем замечательное, ищите во всем светлые стороны, тогда в вашей жизни будет всегда больше хорошего, доброго и приятного. Ну, и если говорить о приятном, покупки, во всяком случае, для меня, покупки в Арифлейм, вы знаете, мне принесли в жизнь очень-очень много приятного, но, наверное, мужчинам этого будет не понять, девочки меня, я думаю, поймут, потому что шоппинг, да еще по женским штучкам, это отдельное приятное событие. Во-первых, получил каталог, полистал, кайфанул, сделал такая, кайфанул, получил, еще раз кайфанул. И у меня был в этом каталоге, было много кайфа, потому что заказ огромный у меня стоит, но, боже мой, как всегда, полюбила себя. И покажу вам сразу полотенечки. Это был драйвик каталога, при приобретении косметики на определенную сумму можно было приобрести вот такие полотенечки по классной-классной низкой цене. Если говорить о качестве полотенец, оно превосходное. Впрочем, как и все остальные полотенца, которые я когда-либо приобретала или получала в подарок от Reflame, всегда хэбэ, всегда стойкая краска. Эти я, конечно, еще и не стирала, но у меня очень много полотенец, и я сомневаюсь, что эти будут отличаться по стойкости от тех, которые у меня есть. Великолепная износостойкость, потому что ни одно полотенечко я еще не износила. А с Reflame я дружу с 2000 года, и первое полотенце у меня появилось где-то в 2001 году, которое я получила в подарок. Классные, что я могу сказать? Причем такие классные, что в Украине, я не знаю, как в других странах, девочки, напишите, их разобрали в первый день. Но вы не расстраивайтесь, потому что компания предложила массу интересных взамен, обратите на них внимание, есть из чего повыбирать. Но мне хватило, потому что я делаю заказы всегда в первый день. И вам советую. Ну, я еще одну акцию интересную скажу в конце. Да, боже, я чуть не забыла. Я же пополучала посуду в подарок. Вы, наверное, у меня видели на заглавном видео посуда. И я вам в конце, наверное, уже покажу эти кастрюльки, кошики. Бесподобное качество, просто бесподобное. Сейчас у меня уже дочка с компота. Компот пьет с ковшиком. Шикарное качество посуды. Я уже на Новый год ее протестировала. Великолепная. Я очень довольна. И что могу сказать. Вы еще успеваете поучаствовать в этой акции, если напишите мне заявочку на регистрацию. И детали я вам уже напишу в письме. Но еще будет одна акция. Тоже расскажу. О покупках. Приобрела крем первый дневной для своей дочки. Это дневной крем Алоэ Вера. И я тоже с этого крема когда-то начинала. Начинала, правда, не в 16 лет, как моя дочечка, а в 24. Потому что до этого времени свято верила, что мне крем не нужен. В чем заблуждалась. Сейчас я понимаю, в 16 лет должен появиться первый дневной крем. Но если во всяком случае вы хотите максимально долго, насколько это возможно, молодо выглядеть. Поэтому взяла. Мои первые впечатления об этом креме были таковы. Прекрасное увлажнение. Прекрасное. И нет ощущения жирности. Для меня, для обладательницы жирной кожи, это важно. У моей дочки такой же тип кожи. Поэтому дочке взяла такой же самый крем. Приобрела аж 4 маски. Ну, одна в наборе. И 3 из коллекции Love Nature. В принципе, я люблю коллекцию Love Nature. Обожаю натуральные экстракты. Мне нравится, что это органические экстракты. Не просто натуральные, а именно органика. И так как крема, в принципе, мне по возрасту уже маловаты. Скажем так, мне уже нужны эти возрастные технологии. То маски, очищающие средства, тоники я люблю. И, конечно же, взяла. Очищающая маска. Маска с глиной. Причем, вот если сравнивать ее с предыдущим аналогом в Арифлейм. Это тоже в Love Nature была. Маска глина и репейник. Это, скажем так, более глиняная. Если репейник такая мягенькая глина была, то это чувствуется. Такая, знаете, вытягивает сальный секрет на все 100%. Прищечки даже подсушивает за счет того, что масло чайного дерева в составе входит. Я глину обожаю. У меня глина, это вот незаменимая маска. И чайное дерево мне очень понравилось. Еще одна очищающая маска. Это пленочка. Пленочная с виноградом. Аромат. Классный. Я говорила, я очищающее средство. Полюбилась в этой коллекции. Но вот еще и масочка. Пленочная. Снимается пленочка прекрасно. Кожа становится гладенькая. Порочки хорошо очищаются за счет того, что вытягиваются. Да, спор. Мне кажется, как-то даже сальный секрет уходит. Вот кожа такая матовая становится. Масочка понравилась. Увлажняющая маска. Опять же, салоэ. И это гель маска. То есть сюда входит довольно большое количество алоэ. И увлажнение надо всем. Если, допустим, в глине нуждается нормальная кожа, жирная, сухая, как бы не нуждается, то в увлажняющей маске нуждается абсолютно любой тип кожи. Во всяком случае, если вы хотите, чтобы кожа не шелушилась, чтобы кожа не была увядшая. Я имею в виду не просто, знаете, термин такой вот увядшая. А вот она действительно вялая, знаете, как огурцы, когда свежие полежат долго, они такие вялые становятся. Вот и с кожей такое бывает. Вот чтобы этого не происходило, регулярно, раз в недельку надо использовать масочку увлажняющую. И качественного ухода за кожей лица без масок не бывает. Поэтому я использую, нет, бывает, 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 если капилляры близко расположены, тогда масочку, к сожалению, нельзя использовать. К сожалению, потому что это классный такой интенсивный уход именно маски и скрабы, да. Ну, если говорить о скрабах, естественно, и о масках, да. Я взяла набор Шведиш СПА. Обожаю эту коллекцию, просто обожаю. Я ее советую буквально каждому, у кого жирная кожа, нормальная кожа. Ну, вот каждому советую, вот каждому абсолютно. Потому что просто находка, эффект великолепный, аромат великолепный, текстуры великолепные. Если говорить за скраб, здесь мелко, во-первых, классное, эффективное очищение, но при этом мелкие такие скрабиночки. Я когда была помоложе, лет до 30, может быть, до 35, я любила крупные такие скрабирующие, чтобы были скрабинки в скрабах. Мне нравилось, знаете, что чувствуется продрало, знаете. Став старше, я поняла, что это не есть хорошо, и кожу надо беречь, и с ней надо очень щадяще относиться. И в юном возрасте, когда хочется чего-нибудь термоядерного, все равно надо выбирать мягкие щадящие скрабы. И этот скраб именно такой. Потому что мелкие крупинки обычно в скрабах для сухой кожи. И они обычно такие кремовые, нет ощущения чистоты после них, у обладательниц жирной кожи. С обладательницом сухой кожи, естественно, он подходит. А здесь и ощущение чистоты, и мелкие скрабинки. Причем такие, которые прекрасно подходят даже для кожи уже в возрасте, когда просто нельзя крупный скраб использовать, да. Поэтому классная кожа, гладкая, чистая, ухоженная. И не травмируется вот этими крупными скрабинками. Супер просто. Обожаю. Глина. Масочка глина. Тоже очищающий эффект очень сильный. Хорошо вытягивает сальные секреты в пор. Хорошо очищает. Причечки хорошо подсушивает. Отбеливающий эффект, как у любой глины, тоже присутствует. Вот хорошего качества маска глина. И я люблю именно в тюбиках, не в сухих порошках. Почему? Потому что ни это, ни это не стягивает кожу. Вот нет. То есть она высыхает, тоже как любая маска глина, но нет ощущения стянутости. Я стараюсь избежать, избегать этого ощущения, потому что стянутость, рвутся волокна кожи. Коллагеновые, ластиновые растягиваются. Я стараюсь избегать тех вещей, которые приближают старость. То есть получается и эффект хороший, и в то же время очищение, и щадящий эффект. Классное сочетание. И в принципе глину и скраб я беру, вот эти продукты всегда, сыворотка, еще у меня есть тоже всегда обязательно. Но так как был набор по такой классной, выгодной цене, кстати, это повод попробовать эту коллекцию, я взяла, конечно же, еще и кремчик. Крем я иногда наношу на лицо, для разнообразия, скажем так, может быть, для разгрузки, не знаю, для разгрузки, не для разгрузки. Но иногда, знаете, чтобы смена кремов была, и просто так иногда хочется. Но для декольте я его использую вот сейчас, вот как он пришел, и я его использую на постоянной основе. Чем мне нравится этот крем? Если вам до 30, и вы обладательница жирной кожи, вы будете от этого крема просто в восторге. Почему? Ну вот я не знаю, передает камера или нет. Вот он, вот он даже, видите, более такой матовый, вот как крем, но матовый. Обычно такого не происходит. Почему? Потому что сюда в состав входят минералы натуральные, да. И для жирной кожи это просто находка. Он абсолютно не жирный, он не жирнит кожу, он не забивает поры, он прекрасно увлажняет и делает кожу бархатистой и красивой. Вот цвет, вот она становится ухоженной такой. Шикарный крем, вот я прям декольте, знаете, наношу и любуюсь, реально любуюсь. Эффект очень хороший. Поэтому периодически, даже вот, несмотря на то, что сейчас у меня курс биоклиники себе делаю, но пройду курс биоклиники, я себе немножечко, там, недельку-вдруг вторую попользуюсь даже этим кремом, потому что вот эффект ухоженной кожи матовой, и цвет кожи красивый очень становится. Это мне очень понравилось в этом креме. Вот. Еще я приобрела, да, 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 конечно же, я приобрела тоник Рояль Вильвет. Для девочек после 35 лет эта информация будет актуальна. Тем, кому меньше, не стоит этот тоник приобретать, это уже для зрелой кожи. И, да, в каталоге пишут 40 лет, но это, скажем так, маркетинговый ход, поэтому с 35 лет уже рекомендуется его использовать. Почему я его люблю? Во-первых, приятен в ощущениях, это само собой. Но сюда в состав входит гиалуроновая кислота. А на сегодняшний день, несмотря на то, что 21 век, до сих пор ничего более эффективнее для увлажнения не придумали, чем гиалуроновая кислота. Почему? Потому что гиалуроновая кислота – это природный увлажнитель, он входит в состав нашей кожи. Но с возрастом его там становится меньше. И почему бы себя тоничком не побаловать и не внести в кожу дополнительно немножечко гиалуроновой кислоты? Даже не в креме, а просто в тонике, на стадии тонизирования, скажем так, да? Поэтому люблю, обожаю. У моего тоника уже где-то вот так осталось. Я люблю, чтобы продукты, которые для меня незаменимы, скажем так, чтобы у меня всегда были. Вот закончилось, и я взяла. Вот это я люблю. Так, как у меня жирная кожа. Вы знаете, это потрясающе. Еще и жирная, да, и воспаление, прищечки бывают до сих пор. И морщины одновременно. И, честно говоря, это хорошо, что вот как бы знаю, как это все скомбинировать, потому что одновременно приходится решать две проблемы. Проблемы жирной кожи, когда кожу подсушивают, и проблемы зрелой кожи, когда ее нельзя подсушивать. Ну, в общем, у меня палочки-выручалочки есть две. Это карандашик в чайное дерево. Это прекрасное маскирующее средство, оно мне в этом плане очень нравится. Можно маскировать зеленой частью воспаленные участки, сверху тональной замазывать, а можно просто тональной частью маскировать. Великолепно маскирует. И классно, обалденно подсушивает. Вот эта зеленая часть, я уже не раз рассказывала, на ночь наношу на воспаленный участок, и к утру воспаление проходит. Супер. И мое средство уже, кстати, тонального у меня еще довольно много. Да, уже чаще я его использую как лечебное средство, а зеленого почти не осталось. Поэтому, да, приобрела. Еще одно средство. Пока у меня есть прыщи, у меня это средство будет обязательно, потому что это средство действительно сос. Первой помощью, у тебя даже написано сос. Это подсушивающий гель. Точечно на каждой воспаленной участке я, кстати, чередую. Тогда больше эффекта для подсушивания. Если задаться целью, с утра начать мазать прыщик, вечером он подсохнет вот этим средством. И когда я делаю чистку, я обязательно прорабатываю после чистки каждый, каждый, каждый участок, где я делала чистку, именно этим гелем. Он предотвращает повторное заражение. То есть это вот тот случай, когда прыщик выдавил, он утром опять появился. Вот чтобы этого не было, я использую этот гель. Да, некоторые его еще используют как средство интенсивного заживления. Знаете, есть такие влажные рамки, трещинки, которые долго не могут зажить. Отлично заживает. Я уже много за это рассказывала. Это изоиды в том числе. Да, вот отлично. Это тоже хорошее средство. Так, я, ага, вот есть еще у меня средство для дым, макияжа глаз. Вы знаете, я люблю больше фиолетовые упаковочки. Почему? Потому что оно имеет водянистую текстуру. Но это средство больше в своем составе содержит масел. Да, оно для водостойкой косметики и для зрелой кожи. И водостойкой косметикой я пользуюсь не часто, а вот зрелая кожа, это уже, как говорится, со мной навсегда. Ну, уже назад возраст не пойдет. Пользуюсь, прекрасно смывает, увлажняет и смягчает кожу. Вот, поэтому пользуюсь. Но не забывайте, после этого средства влажным диском, нет, не так, мокрым, отжатым диском с водой, ватным, необходимо удалять очищающее средство с кожи. Вот, ну и, как я говорила, акция сейчас идет для зарегистрированных вип-клиентов или консультантов. Идет акция при единовременном заказе на 45 баллов бонуса, но туда не входит, это в Украине идет акция. Вот эта коллекция туда не входит, в эти баллы, и не входит интенсивное увлажнение, новинка из Optimal, уход за кожей сухой зимой. Вот, эти продукты туда не входят. Имейте в виду, будьте внимательны при оформлении. Так вот, на 45 баллов можно приобрести льготный набор. И там, конечно, много предложений, даже бытовая техника, соковыжималка, и туалетные воды, и кошельки, много всего разного. Ну, с моей любовью к базовому уходу за кожей лица, к уходу за кожей лица, это то, чего отказаться я не могу, не хочу и не буду. Это, конечно же, я выбрала уход за лицом. Это Биоклиник, это лифтинг, крема, обладающие лифтинговым эффектом. Я говорю, морщины, это не первый признак старения. Как оказалось, морщины уже второй признак старения. Первый, это овал лица. Если взять фотографию в 25 и в 16, вы увидите, морщин вроде бы нет. Но, во всяком случае, их не должно быть в таком возрасте. Но кожа не такая натянутая. Почему? А это вот как раз недостаток тургора в коже. И вот эти крема прекрасно справляются с этой задачей. И, кстати, они морщины разглаживают в том числе. И у меня Вы спрашивали, был вопрос в ленте, с какого возраста? Вот именно эти, с лифтинговым эффектом, можно использовать с 25-летнего возраста. До этого времени нет смысла использовать, скажем так. Нет еще этой проблемы. Но в 25 лет я бы не советовала использовать это на регулярной основе. Я бы советовала взять, даже можно ограничиться либо дневным, либо ночным. Ну, или можно взять, конечно, комплект. Но использовать баночки. Закончили и все. В течение года больше мы не пользуемся. Потому что эти продукты очень сильные. Но в 25 я бы уже советовала взять эти баночки. Хотя бы одну. Почему? Потому что первые проблемы начинаются именно в 25. И если мы провороним этот момент, то в 30 мы скажем, вау, что-то с моим лицом не так. А, скажем так, много упущено. И уже будет сложно восстановить то, что упущено. Поэтому я советую с 25 лет. Ну, просто дневной и ночной одновременно, не знаю, стоит или не стоит. Кстати, срок годности до 17 года. Поэтому если вам 25, возьмите дневной. Ночной какой-то там из Optimal или своя там коллекция, какой вы пользуетесь. Love Nature может быть. Но дневной, допустим, именно этот. Почему дневной? Ну, ночной интенсивнее, скажем так. Поэтому взяли, баночку закончили, отставили. А на следующий год вам этого хватит. Возьмите ночной, попользуйтесь. В 27 уже стоит взять комплектом. Дневной, ночной. Но, опять же, это все условно. Я говорю за состояние своей кожи. Все зависит от того, насколько кожа ухожена выглядит, не ухожена. Если вам 25, а вы смотрите на себя и понимаете, что вы выглядите на 27, то тогда уже стоит пользоваться двумя баночками. Поэтому смотрим именно на состояние кожи. И очень советую великолепные продукты. А по акции получается весь набор, ну, в гривнах, да, за 105 гривен. Ну, если вы зарегистрированы, конечно. Если не зарегистрированы, внизу ссылочка. Пишите заявочку, я расскажу, как это сделать. Но делайте быстрее, потому что, чтобы успеть, скажем так. И, 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 и. Да. 105 гривен. Это получается один крем стоит 52 гривны 50 копеек. Ну, это 2 килограмма самых недорогих мандарин на сегодняшний день, да. То есть для космоцептики, для продукта, который, для крема, который стоит между, косметикой и фармакологией, это просто, знаете, в подарок. Я вот по-другому не могу, даже по регулярной цене эти продукты недорогие в каталоге. А как сейчас по акции, ловите момент. Пока есть на складе. Я очень довольна, что я взяла. Но у меня есть еще много покупок интересных. Я их вам покажу, но в следующем видео, для того, чтобы видео было не таким длинным. Ну, чтобы разбить. Благодарю, что были со мной. И до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.